Привет! Привет, привет! Как у тебя ушки горят, вообще там, немножко тебя колбасит, не икается тебе, ничего, нормально? После сегодняшнего нашего эфира у тебя будут гореть ушки. Понятно, что она была послана в космос в эту же секунду. В космос, на орбиту я ее запустила, прям она полетела на орбиту, вот так прям. Где-то встречаемся, она как черт от лады, она от меня шарахтается, она меня видит и прям бегом от меня. Просто сразу, это, Усейн Болта включает, Усейн Болта, и бегом от меня бежит. Ближе к тебе, Заташенька, ближе к тебе. Да, что у тебя за тяга вот к этому всему люксу? Ужины свои показываешь, обеды показываешь, гардеробные показываешь. Весь мир показывает, весь мир. Крым, Рым, медные трубы со слиными ушами, вот с такими, вот с такими, с такими ушами. У меня была очень тяжелая ситуация, на самом деле, у меня не было ничего. Все, ну майки, футболки, какие-то короткие платья, лето, жара. Димина Бокулян у нас росла, мы начали делать Женины шоу. У меня поклывет, потечет тушь. Так, там у тебя должны быть салфетки рядом. Должна подготовиться к эфиру. У меня есть, ты знаешь, тяга к антиквариату и к люкс. Побуленции, когда я буду, неактивной бабуленции. Бабулькой, неактивной. Пойду на пенсию, так я думаю. Мне кажется, ты всегда будешь активной, даже бабулькой. С кем ты такая? Такая вот. Вот, тогда я хочу открыть антикварный магазин. И засаживать все, что у меня есть. Прямо выступать. У меня большие планы. Это будет самый крутой антикварный магазин, который будет приносить мне деньги. Если я помру, так вы хоть будете продавать, вам будет на что жить. Нормально будете жить, кстати. Я тебе открою маленькую тайну, и это все подписчики будут знать. Значит, я собираюсь открыть винтажный онлайн-магазин. Поэтому, ребят, вы не волнуйтесь за свой, за мой люкс. Вы за свой переживайте. Когда я про бабульку стала говорить, сразу народ говорит. Все сразу порадовались. Эджин, эджин. Наконец-то. С ней общаешься. Ты не можешь оторваться от человека. Она личность. 45 бабка ягод. Я не готова переобуваться. Вот я говорю, всегда есть прекрасная кнопка. Отпишем. Ну да, я тоже так считаю. И вы забываете обо мне на всю оставшуюся жизнь, где только в новостях читаете, что кто-то меня там, что-то там и как-то там. Нагло оскорбляет. Вот этих могу. А так кто-то написал, ты такая-сякая. Пусть пишет. Я не рекламирую Лувитон. А я его просто люблю. Огласить весь список вопросов тебе. Рекламная? У нас уже есть спонсоры, Ян. Стоян нашего эфира. Ты поняла, кинула людей, меня кинула. Я не говорю это за глаза. Я говорю открыто это. Ничего не боясь. Могу я еще ее рядом посадить. Все это ей как разложить. Заклюют. Смотри, мы с тобой никого не побили. Нигде не загуляли. Никому не изменили. И все равно нас смотрят. И у меня постоянно что-то теребонькают. Теребонькают. Туда. Там щипнули. Там сплогиатели. Там что-то сделали. Я вообще никого не трогаю. Сижу себе как мышка в ноте. Тебя подруги кидают. Знакомые тебе кидают. То есть если в шоу-бизнесе зуб за зуб, глаз за глаз. И куда ты не уйдешь от нас. Вообще нет правил. Просто вообще нет. О, Евгений, здравствуйте. Здрасте. Вы тоже. Вы что, больше любите, Луи Витон или Диор? Я люблю Луи Витон. А что у тебя? А что это в цимбайке Диор тогда? Ну, я же не отрицаю, что я люблю и Диор. Но больше ты спросил. Ну, это я шучу. Тебя я просто обожаю. О, Боже, как это мило. Сегодня ночью точнее. А я пришел с рыбалки. Карпика поймал у себя в пруду. Привет из Казахстана. Слушатели. Носочки. Спортивные труселя. Я тебе уже говорю об этом пять лет. Ты все никак не решаешь. Скажи, тебя застреляют заниматься? Да нет, не надо это. Можно потише этот сценарий тут у меня? Нельзя. Так, давайте крыша. Ну, мы хотим посмотреть, что там. Я не нуждаюсь ни в чьих советах. Если мне нужен будет совет, я его спрошу. Ты такая-сякая, там, трехэтажный мат перемат. Кто это пишет? Ну, наверное, какой-нибудь там маньяк. Ну, да, или больной человек, да? И ты смотришь, и там такая милая женщина с цветочками, с кошками. С двумя детками. Или тебе говорит там, да у тебя такая, у тебя там такие ноги страшные. Ты такая-сякая, разе такая, вообще ты бабка, прибавка, старуха, пенсионный фонд. Заходишь, и там такая, просто барец с ума сидит. Вот такой барец с ума. Вот с такой репкой. И ты такой прям луна, луна. Цветы, цветы. Там свежий воздух. Ну, я могу сейчас ходить погулять. Ну, вот и ходи, это отлично для здоровья. Спасибо, дорогая. Хочу приедем погулять. Я, кстати, сейчас... Я, ты знаешь, сама ничего не делаю. Старею, естественно. Я, естественно, старею, не делаю никаких ни ботоксов, ни рестилайнов, ни губ, ни бровей, ни подтяжек, пока ничего не делаю. Я вот какая есть, такая есть. Мне кажется, что меня мой муж любит такой, какая есть. И мы вместе состаримся, будем гидульками, бабульками. Он там смотрит на меня. Ну, нам пишут хорэ бубнить. Народ пишет. Уже надоело, да? Хорэ бубнить. Я предлагаю на этой позитивной ноте закончить наш прекрасный эфир, вторую часть. Друзья, спасибо вам, что вы были с нами. Обязательно в сторис выложите, сколько нас смотрело первую и вторую часть. Любите друг друга, берегите друг друга, сидите дома. И самое главное, будьте добрее. Вот мы с Наташей очень добрые. Хотим, чтобы нас окружали только добрые и позитивные подписчики. Все, пока, дорогая. Пока.